мир всем мы не случайно попалась видеозапись 20-летней давности когда я приезжал к отцу василий ермакову моему духовному отцу в петербург на серафимовское патбище обычно это было 9 мая по традиции я познакомился с ним 9 мая и я посмотрел кусок увидел себя я помню что я был на этом тоже праздник 9 мая и хотел бы сказать о том что как я сейчас удивление в шоке если угодно как деградировала русский народ как деградировали православные христиане священники там и не знаю и прочие сословия нашего великого государства давайте посмотрим три минуты запись где я взял слово я даже не помню я пролистал этот ролик сейчас покажу и просто и просто увидел что-то я там стою я даже не помню что я говорю давайте послушаем что же сказал лопатин 20 лет назад во первых я думал что данное место в связи с тем что мы первый раз кушали в соседнем помещении я там уже мысль высказал это был экспромт я просто повторю сейчас потому что стоит хорошая мысль вряд ли придет голову снова дело в том что меняется место с приходом личности безусловно будь то церковь или что-то другое место но мы сейчас говорим о православном человеке плюс священники и и данное место очень сильно изменилось изменилось и самооценка появилась за год мозаика и помещение тоже изменилось и ремонт был произведен я хочу сказать о том что не о ремонте а о том что велика роль личности очень велика и всегда роль родильного человека была доминантной на разных участках нашей истории и не только нашей страны всегда это было есть и будет вот по поводу отца василия говорить уже не не стоит все сказали достаточно много хотя кашу маслом не спортишь но я бы хотел сказать и не менее а другом акцентировать мысль вот мы ходе здесь так сказать прибились к нему его костров теплому ярком тем не менее никто не умаляет значения каждого отдельно из вас на тех участках жизни деятельности работы проживания где мы находимся это тоже забывать нельзя я почему это говорю я говорю да и вам и себе потому что потому что это не просто мы пришли погрелись и ушли вспоминая о шашлыках хорошей водки о хорошем собеседнике это еще то что мы заразились этой болезни хорошей болезни а я врач я врач мне так проще оперировать как говорится с такими понятиями а духом это радый да это очень важно не забыть что и не отринуться потом от него не будет возможности приехать лить позвонить лить кто не знает там как с ним связаться и позовут его к телефону не забывайте что я говорю не вам я говорю себе в этом мне кажется самый основной смысл самый основной смысл на сегодня потому что отец василий есть слава богу приеме когда его не будет и что будет а должно быть не в душе и мы должны это помнить я не знаю что и кто но жизнь идиоты мы все взрослые люди мы понимаем что жизнь это борьба это не просто помолился помолился где-то там у себя так сказать комнате при закрытых дверях при горячей лампании это еще и я не священник я предприниматель вот я врач но самое основное это ведь вы поняли спасибо вам от нас и будет то что добавление главное мы поняли у нас есть батюшка Василий это привет это главное ребята у нас есть бог и батюшка Василий неожиданно неожиданно но очень важно я вас нашел а вы ко мне пришли спасибо батюшка от всех и от меня частности спасибо все ко мне пришли да но я хотел давай лечить в ледах давай за вас за вас вот а ну еще что так скажи мне Это ведь неожиданно, но очень важный ролик оказался Это было 9 мая, пасхальные дни, пасхальная седьмийца И традиция такая, вот был Яковлев, губернатор на то время и так далее Но он ушел, был недолго А в сухом остатке делать или нет? Нет, много было вокруг него, но я не знаю ни одного священника, который бы выступил за Христа и его паству Не знаю Я ни в соцсетях не видел, никто мне не рассказывал У меня есть друзья в Питере из этого прихода многочисленного До двух тысяч человек было на празднике, некоторые стояли на улице Грамкоговорители были выставлены Ни одного нет приличного человека Вот о чем тост Просто я человек малопьющий и немножко выпил и не досказал Но смысл понятен Нет, все подвязались внешне А внутренние не рукопожатные Внутренние неприличные И священники, и многие миряне Но если еще миряне туда-сюда Вольного воля Спасенному рай, как говорится То священники и шли для того, чтобы окормлять нас Это грустно Но это факт Теплые, теплые, действительно, воспоминания Действительно, светильник Светильник, действительно, таких Всегда было мало Эрик Мария Ремарк сказал, что в темные времена Светлых людей видно отчетливее Я желаю вам и себе, как я сказал в ролике Быть такими же светлыми людьми Будем жить Помогай Господь, дорогие мои Ваш Евгений Лопатин Светлых людей